Музыка 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 Просыпаемся в Новосибирск. Доброго утра и прекрасного настроения вам желает Станислав Чибриков, Анастасия Фейфилова. И вы не поверите, какой у нас сегодня информационный повод, точнее праздник. У нас очень обычный праздник. Сегодня день виолончели отмечается по всему миру. И в честь этого к нам заглянули замечательные гости. Квартет Чилиссимо в составе Станислав Овчинников, Ирина Ткачук, Данияр Кайшигулов и Ярослав Кучерявых. Друзья, доброе утро. С праздником вас и ваша прекрасная виолончели. Спасибо огромное за потрясающую музыку, которую вы подарили нам с утра. Стас, но вам как руководителю хочется предоставить слово, познакомьте с квартетом. Вы у нас впервые. Доброе утро. Очень приятно сегодня быть вместе с вами и играть для вас прекрасную музыку. И я хочу представить артистов Новосибирского академического симфонического оркестра, группы виолончелей Чилиссимо квартет. Мы выступаем с концертами в филармонии и также играем для детей везде. И также ребята являются выпускниками консерватории. О, вы уже выпускники. Ну вот в этом году почти заканчивают. Кто-то еще учится. И в консерваторских концертах мы очень часто участвуем. И большое удовольствие нам играть вместе всегда. Мы обожаем свой инструмент, виолончель, потому что это самый красивый инструмент, который был изобретен вообще, мы считаем, людьми. И даже сейчас на Западе началось такое движение, что люди уже зрелого возраста, они начинают играть на виолончели и пишут, что это инструмент, который позволяет почувствовать свободу, почувствовать красоту звука. И люди, которые никогда не играли на виолончели, сейчас очень модное движение начинает. Серьезно? Сейчас мы про это хотим поговорить сегодня. И я вот, когда была вот эта самоизоляция, в интернете очень удивлялся, что такое движение возникло на Западе, что люди... Почему вдруг вдруг, да, после 5-60 лет начинают играть вдруг на виолончели и получают от этого огромное удовольствие. А, вы смотрите сейчас по обучению в консерватории, да, вы преподаете, вы стали замечать, что какой-то поток, например, студентов приходит на виолончель, какие-то изменения в этом плане, чтобы больше стало? Пока у нас, мы надеемся, что это будет в скором времени, потому что сейчас мы проходим такое последствие демографического спада 90-х годов, потому что было одно время, когда было очень мало студентов, вот, потому что мало детей тогда рождалось, как раз вот 20 лет с чем-то прошло. И сейчас эта ситуация управляется, и действительно... Время настало. Да, и люди опять возвращаются к музыке, так сказать. Что несловно, я скажу сейчас достаточно очевидную вещь. Виолончель – это не гитара. Тут я прав, да, до этого момента. Виолончель – это душевный, бездяшный. Нет, я немножко другое имел в виду, скажем, ну, на гитаре можно где-то дома научиться, там, ну, можно научиться играть, какие-то аккорды брать, но вот вы сказали, да, виолончель начинают, а можно так же овладеть виолончелью хотя бы на каком-то таком маленьком начальном уровне, друзья, вы что скажете? Или все-таки... Есть, у меня студенты много уроков, на самом деле. И можно самому дома как-то... Не рекомендовать. Проблема еще с инструментом, то есть подбор инструмента – это тоже очень сложно. Но я знаю, что вот в частности этот инструмент, он 1833 года, да? Обязательно должна быть виолончель позапрошлого века или можно какой-то новодел купить? Конечно, можно купить и новодел, а можно и страдивари. Как позволяет ваши возможности... А сколько она вам уже служит, эта виолончель? Ну, я недавно ее как бы приобрел. Так, а где вы... Мне ее друзья подарили. Подарили, да. Но вообще до этого я играл на виолончели около 12 лет и на одной, и 12 на другой. То есть я играл на новых инструментах, они очень мощные, здоровые инструменты, то есть не битые. И очень хорошо себя показывают в огромных залах самых. Мы играли в очень престижных залах, сейчас симфонический оркестр ездил по Англии, мы играли в Кадаган-холле, в Кёльне, в большом зале филармонии. То есть в составе квартета мы играли и в Бразилии, и в европейских самых... Потрясающе. Ну, самых знаменитых залах. Сказалось бы, вот виолончель, да? Ну, да, новосибирская классическая музыка, она очень востребована во всем мире, потому что рейтинг новосибирска очень высокий в классической музыке. Именно новосибирская музыка? Новосибирск, да, потому что здесь, отсюда наши великие скрипачи и Вадим, Вадим Репин и Максим Венгеров, их знает весь мир. Говорят, новосибирская, ну, скрипичная школа и симфонический оркестр, и, естественно, виолончельная школа. То есть есть уже понятие, откуда это, что это не из тайги. Ребят, а у вас уже свои виолончельные инструменты? У вас попроще, или вы тоже стремитесь к тому, чтобы у вас был такой инструмент, чтобы похвастаться? Конечно. Да? Обязательно, да. Правда? А как вы, расскажите про ваш Даниэль? Про личный циммермановский инструмент. У вас уже, вы на данный момент. А что это? Расскажите нам подробно, но я вот не понимаю, например, какие инструменты. Это немецкий инструмент. Мануфактура была такая, циммерман. Там, где мастера вместе делали инструменты очень хорошего качества. Но они, как бы, это коллективная такая работа разных очень высокопрофессиональных мастеровцев. Мануфактура – это хорошие инструменты среднего уровня. Ну, такое, профессиональное уже. И они хорошо себя показывают в залах, то есть хорошо звучат очень. Ярослав, а почему вы выбрали именно этот инструмент? Или когда пришли учиться? А не барабан, например. Да, да. Ну, я вижу. Ну, правда, неожиданно вдруг. Ну, вот виланчель – это как родители отведены. Просто, как правило, на фортепиано отводят. На баян, на фортепиано. Виланчельницей. Была замечательная женщина. Ну, не была. Есть до сих пор. Вот. Мы с ней подружились. И как-то из дружбы какой-то вот такой все перешло в уроки. И так я стал заниматься виланчелью. А мама при этом сопровождала меня всегда как концертмейстер на фортепиано. А, то есть у вас даже некий дуэт такой, да. То есть пока вы, значит, по миру катаетесь здесь, в Новосибирске, на небольших корпоративах. Какая у тебя история была со знакомством с этим инструментом? Да как-то все просто. На самом деле меня бабушка привела. И мы просто услышали это название – виолончель. Красиво звучит, да. Не скрипка точно. Ну, я тоже как бы педагог. Нашли контакт и все. Меня затянуло туда. Ну, а вот продолжение как бы затягивало виолончель мы узнаем совсем скоро, сразу после небольшой информационной паузы. КОНЕЦ 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 ВЕЛИКОЛЕБНУЮ МУЗЫКУ, КОНЕЦ 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 Да, и у нас такой вопрос со Станиславом. Вчера возник. А кто он самый знаменитый! Легендарный виолончелист, который на слуху. Которых знают все, даже люди, которые может быть не особо интересуются классической музыкой. Ну, конечно, мы, как патриоты своей Родины, хотим сказать о Мстиславе Ростроповиче. Это самый великий виолончелист, наш соотечественник. И вот его ученица написала о нем прекрасную книгу. Композитор, учитель, легенда. Да, это потрясающая книга. Всем советую прочитать. Там очень много интересных историй о его творчестве и вообще о виолончельном языке. Потрясающе, потрясающе. Значит, знаем мы великого виолончелиста. И его предшественник, вот Пабло Казальс, это великий испанский виолончелист. А, испанский виолончелист. Мы были на его фестивале в городе Прат. Да, вот это же Каталония. Он прославился тем, кроме того, что он делал фестиваль и играл прекрасно по всему миру. Он играл «Сюиты Баха» для крестьян. Открытые концерты? Искал стиль, который бы понимали люди. Простые люди. Простые люди. Потому что Бах, он для всех. Да, да. И он играл, и если крестьянам нравилось, значит, он попал в точку. Значит, можно уже на большую сцену. Да, проверял свое творчество на них. Станислав, почему вы скромно замалчиваете, кто автор вот этой красивой оранжевой книги? И сколько лет вы посвятили уже этому инструменту? Всю жизнь. Всю жизнь. Семи лет. Мы шли с мамой мимо музыкальной школы записывать меня в бассейн «Нептун». И вдруг у мамы напротив восьмой музыкальной школы расстегивается босоножка. И мы говорим, мама, давай, может быть, меня еще и в музыкалку запишем. Ну, давай. Мы зашли. И она говорит, на что будете, хотите, ребенка? Говорю, ну, мы не знаем. А там была учительница вилончели. А давайте ко мне, мальчик, а вы хорошие. Она предпринимала как раз в этот день, прослушала детей. Вот я предлагаю ко мне на вилончель. И меня записали на это. Станислав, вы уникальный человек, обычно дети из-под палки идут, а вы сами, я хочу музыкально, куда, неважно. В то время много вождей умирало всяких, значит, в Советском Союзе. В 70-е, да, начало. Начало. И все время передавали по то балет, то играет квартет Бородина, что-нибудь такое грустное, что-нибудь квинтет. Ну, много камерной музыки по случаю классической. И мама слушала, слушала, я подумала, а почему бы нет? Плавцов много, виолончелистов мало. Вы написали книгу. Да. Я хочу представить вам книгу, что в Новосибирске сейчас мы по поводу виолончельного искусства поддерживаем эту тему. И стараемся тоже внести вклад в развитие и в обучение следующих поколений виолончелистов. И вот аккумулируем все знания, которые мы получаем в своем опыте, опыта других великих исполнителей. И стараемся вот их на бумагу зафиксировать, чтобы последующие наши ученики могли вот это все прочитать, что мы знаем. Вы выбиваетесь из образа, вот классическое представление о классических музыкантах. Вы веселые, вы молодые, юморные, бодрые. Ребята, вы знаете, вы заинтриговались сейчас, а где вас можно посмотреть? Образ такой. Да, в ближайшее время, пускай студенты расскажут, концерт посетить, может быть, к чему вы сейчас готовитесь? Да, есть. У нас 13 января будет концерт группы виолончелей Новосибирского симфонического оркестра. Будем играть сольно, в дуэте, в квартете. Приходите, очень будет интересно. Куда приходить? Где? Во сколько? Дом Ленина, камерный зал. Слушайте, а кто ваш зритель обычный? Кто ходит на концерты? Молодежь или больше? Ир, кто посещает вас? Кто ваши поклонники? Ну, кроме родителей. Кто ваши фанаты в зале? Друзья. Да, студенты, очень много студентов приходит. Друзья. Это же такая необычная музыка, ее же не для всех. Она не для всех. Ну, мне кажется, да, что публика-то она тоже в основном связана с музыкой, как-никак. Так что больше, наверное, посетителей именно музыкантов. Молодежь, да. Очень хотелось, конечно, спросить вас, учитывая, что вы дома репетируете, да, в ваших отношениях с соседями, конечно. Ярослав, что ты улыбаешься? Были какие-то... А у меня хорошие отношения, я не занимаюсь дома. Остальные молчат. То есть мы понимаем, кто занимается дома. Скажите, за границей, какие это консерватории, например, вот бразильская консерватория, где вы выступали, чем она отличается от нашей, чем бразильский зритель от сибиряков отличается? Какие их инструменты? Очень интересно, что в Бразилии очень старая консерватория. Она исторически, то есть не один век. И там ее состояние, конечно, как и всех консерваторий. Облезлые стены такие, то есть старая консерватория. Но там есть старинные инструменты. А какие, например? Например, орган старинный, то есть там целый музей старинных инструментов, гобои старинные. Ну, то есть... Поехали! Там очень интересно. Но у нас, конечно, дом Ленина будет поменьше, чем бразильская консерватория. Тем не менее, 13-го числа с удовольствием придем посмотреть на ваше выступление. Друзья, у нас сегодня был в гостях квартет Чилисима, с которыми мы вместе отмечали день виолончели. Квартир Чилисима, Станислав Овчинников, Ирина Ткачук, Данияр Кайшигулов, Ярослав Кучерявых. Ребята, спасибо, что пришли. Спасибо.